55 креативных и выдающихся в администрации города подвели итоги ежегодного конкурса «Лидер города М». Представители активной молодежи Магнитогорска отметили дипломами главы города Сергея Бердникова. Запоминающимся подарком лидером города М стал традиционный музыкальный фестиваль, который состоялся в парке у Вечного огня. Вечного огня Вечного огня для того, чтобы всем нам не было стыдно, я так понимаю, мы делаем большие, хорошие вещи, и это слава Богу. При поддержке администрации Магнитогорска и подразделения по молодежной политике Российского союза молодежи в рамках 12-го по счету конкурса «Лидер города М» наградили 55 активистов. Волонтеров, представителей благотворительных организаций, общественных объединений, преподавателей, спортсменов. Среди награжденных Алексей Маклюков, учитель русского языка и литературы академического лицея, магистрант первого курса Института гуманитарного образования МГТУ. Молодой преподаватель применяет в работе инновационные методы, поддерживает учеников, участвующих в городских общественных проектах. Сам я принимал участие вот в этом году в конкурсе «Педагогический дебют». Он проходил у нас в несколько туров, муниципальный тур. Я по итогам него стал победителем педагогического дебюта и принял участие на региональном этапе, где по итогам вошел в пятерку победителей. В этом году специальная комиссия, руководство с принципом «Лидерами не рождаются, ими становятся» в рамках конкурса впервые рассмотрела достижения юных активистов в возрасте от 6 до 13 лет. Жюри оценивало их проектные работы. Василий Масленников стал участником видеоролика на патриотическую тему. Мы пели про то, что в нашем мире все улучшится. Самое главное, что это люди, которые меняют жизнь города, области и даже целой страны в лучшую сторону. Они делают что-то для общества. Это проекты. Они могут быть спортсменами, они могут быть выдающимися педагогами, они могут достигать каких-то результатов в своей профессиональной карьере, например, как сусмодных металлургов. То есть это вот лучший из лучших, каждый в своем деле. Творческим подарком лидером города М стал музыкальный фестиваль в парке «Увечного огня». Он собрал 9 групп, 140 артистов. Многие из них, кстати, выросли из движения. Лидер города М. Варвара Луговская в 2018 году стала победительницей Грушинского фестиваля в номинации «Исполнитель нескольких композиций». Она была единственной представительницей Магнитогорска, тоже своего рода лидер города М. Конечно, это очень хорошо, что такие мероприятия есть, что задействованы молодежь, что задействованы различные организации, группы. Это здорово, это праздник. Для нас всегда выход на сцену на таких мероприятиях – это возможность себя показать, возможность погрузить людей в эту атмосферу, вдохновить людей на что-то светлое, доброе, позитивное. Ну, опять же, объединение людей, такую общую какую-то концепцию, в данном случае музыкальную, и не только основной площадок. Очень интересно все.